И тут тебе нужно выбрать, что купить, да ещё и так, чтобы не ошибиться и не переплатить. Можно засыпать своих, уже давно играющих в Destiny 2 друзей, можно вымучить этим же вопросом админов тематических пабликов и форумов, можно почитать описание товара в цифровом магазине, хотя это уже слишком сложно, а можно просто один раз посмотреть видео на лучшем канале о Destiny Triple Vibe, в котором я, Джонни Лейне, тебе всё красиво и понятно расскажу. Так что давай разбираться, куда твои денежки тратить можно, куда нужно, а что и вовсе достанется тебе бесплатно. Для наглядности, за основу возьмём шаблон, созданный моим зарубежным коллегой Нирисом. Локализую его и всё объясню, но сначала несколько базовых тезисов, которые просто нужно знать, чтобы не запутаться. С 1 октября игра становится бесплатной, а точнее её первый год. С 1 же октября ПК-версия будет запускаться в Steam, а не в Battle.net, как сейчас. Уже сейчас активна функция кроссейва, которая позволяет играть одним и тем же персонажем на разных платформах. Также 1 октября состоится релиз самого свежего дополнения, Обитель Теней. Оно будет платным. Теперь переходим к главному блюду. Начнём с бесплатной версии игры. Она называется Новый Свет. Под таким названием теперь в принципе и существует Destiny 2. Даже если вы покупали её 2 года назад, она теперь называется именно так. Это так называемая Ванила. Версия, которая включает в себя основную сюжетную кампанию о нападениях Красного Легиона, рейд Левиафан и основные эндгейм активности вроде налётов, ПВП, патрулинг заданий и так далее. Сюда же в бесплатную версию включены первые 2 дополнения к Destiny 2. Проклятие Осириса и Военный Разум. Они добавляют в игру ещё 2 небольшие сюжетных кампании, новый рейд логова, карты ПВП, налёты, а также планеты и кучу снаряжения и предметов. Раньше это всё было платным, но тебе повезло познакомиться с вселенной просто за так. В эту же версию будет включено ещё одно осеннее нововведение – Годовой пропуск. Если ты знаком с играми в жанре Королевской битвы, то объяснять тебе, что это такое, будет лишним. Если же хочешь узнать об этом подробнее, вот моё отдельное видео про Годовой пропуск. Если кратко, это система наград, которая позволяет игрокам получать дополнительные бонусы и снаряжения за то, что они просто играют в игру. Поиграл 1 час, апнул уровень в пропуске и получил небольшой подарок, например пачку ресурсов или даже экзотик. Кроме всего перечисленного, эта версия также включает в себя игровой режим Гамбит и Гамбит Прайм. Это относительно новый режим, который появился в игре с дополнением Отвергнутые, о котором мы поговорим далее. Представляет из себя соревновательный режим, в котором гармонично сочетаются ПВП и ПВЕ, некая арена, если грубо говоря. Для знакомства с игрой и даже для совместной игры с игроками, у которых есть платная версия, вам этого более чем достаточно. А когда всё получите, как раз можно будет решиться на покупку обновлений. Ещё кое-что. Для игроков на консолях подписка PS Plus и Xbox Live для игры в эту версию не требуется. Следующая часть Destiny 2 Отвергнутые. Это большое, я бы даже сказал важнейшее дополнение, которое вышло в сентябре 2018 года. Покупается оно отдельно. Можно купить просто Отвергнутые, а можно приобрести версию с годовым пропуском. Тут под ним понимается нечто другое, нежели тот пропуск с дополнительными наградами, о котором мы говорили чуть ранее. Хотя он тут тоже есть, в любом случае он бесплатный, всегда. Годовой пропуск Отвергнутых это доступ к трём сезонным обновлениям. Чёрный Арсенал, Сезон Скитальца и Сезон Изобилия. Купив версию Отвергнутых с этими обновлениями в комплекте, вы получите Новые подклассы, способности для своих персонажей, масштабную сюжетную кампанию, 2 планеты, 3 рейда, новые эндгейм активности, кузница, суд, паноптикум и гору. Просто гигантскую гору снаряжения и предметов. Это действительно очень жирное дополнение, способное занять вас на несколько месяцев. На момент записи этого видео цены на Отвергнутых такие. Стоимость на ПК 1399 рублей, для консолей чуть дороже 1699 рублей. Однако есть один момент, который может сработать вам на руку, если у вас уже есть Отвергнутые. 17 сентября всем, у кого куплено обычное издание, бесплатно дадут годовой абонемент Отвергнутых. Сейчас купить отдельно Отвергнутых без абонемента нельзя. Так что эта инфа скорее для тех, кто поленился год назад взять дополнение сразу с пропуском. Ну и наконец, финальное и самое свежее дополнение, которое мы так ждем. Обитель теней. Предзаказ дополнения уже доступен в Steam, PS Store и Xbox Store. Бывает два вида издания. Обычное, стандартное и Deluxe. Обычное включает в себя само дополнение, допуск к одному сезону и разблокирует дополнительные награды в годовом пропуске. Deluxe версия откроет доступ к четырем сезонам на протяжении года, а также включает в себя косметические бонусы типа эмблем и эмоции. В обители теней нас ждет повышение нашего уровня аж до 960 силы. Новый рейд. Новая огромная локация. Новая сюжетная кампания. Масса снаряжения. Два новых налета. Новые карты в PvP. Новые персонажи и многое другое, о чем разработчики еще не хотят спойлерить. Стоимость обычного дополнения на ПК 1199 рублей, стоимость Deluxe 1999 рублей. На консолях дороже. Теперь еще пару уточнений по кроссейву. Кроссейв не нужно путать с кроссплеем. Игроки с PS4 не смогут играть вместе с игроками на ПК, но при этом смогут поиграть на PS4, а потом включить свой ПК и продолжить играть тем же персонажем. При том, на каждой платформе у тебя должна быть куплена та часть игры, в которую ты хочешь играть на обеих платформах. Например, у меня на ПК есть только новый свет, а на консоли все дополнения. Соответственно, когда я поиграл на консоли, например, и прошел там рейд последнее желание, который является частью контента отвергнутых, я не смогу на ПК сыграть в этот же рейд. Однако при активном кроссейве сезоны третьего года покупать заново на всех используемых платформах не придется. Только сами аддоны, как например Обитель Теней. Теперь я немножко повторюсь. У нас в группе уже давно в закрепе висит статья с ответами на все вопросы о кроссейве. Переносе игры из батлнета в стим и так далее. Однако очевидно, не все из вас до нее добрались. Не все хотели читать. Так что я повторю несколько важных вопросов по кроссейву из нее прямо сейчас. Нужно ли мне покупать Обитель Теней с сезонным пропуском, если я уже покупал отвергнутых с сезонным пропуском? Да, сезонный пропуск открывает контент каждого года отдельно. Когда начнется новый сезон, у меня заберут контент прошлого сезона? Нет, контент не имеет ограничения по времени, за исключением сезонного оружия. Весь заработанный опыт, лут и достижения сохранятся на все последующие сезоны. Что обозначает сезонный абонемент до 11 сезона? В него входит первый сезон, сезон бессмертия, далее зимний, весенний и летний сезоны. Если я куплю Обитель Теней с сезонным пропуском, будут ли мне доступны сезоны Кузеница, Скиталец и Изобилие? То есть сезонный пропуск дополнения отвергнутые? Нет, этот сезонный абонемент покупается отдельно. Можно ли играть в Обитель Теней, не покупая при этом отвергнутые? Можно. Оба дополнения покупаются отдельно и работают независимо друг от друга. Вот и всё. Да, всё просто на самом деле, но почему-то настолько банальный вопрос, что купить, повторяется в сообщениях так часто, что пришлось делать ролик с этим разбором. Я очень надеюсь, что теперь тебе всё понятно. На канале Трипл Вайп и дальше тебе помогут разобраться в самой игре, а также следить за всеми новостями и обновлениями. Так что подпишись, жмякни колокольчик, а если ещё и лайк поставишь, то вообще будет супер. Спасибо за просмотр и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok